Привет, дорогие друзья! Я смотрю, что ширится, ширится эта запись, запись эфира с телеканала News One, на котором, в эфире в этом, в котором участвовал Мирошниченко, два других уважаемых товарища, в частности, Розенблат и народный депутат Александр Вилкул. Очень интересно. То есть, Мирошниченко сначала рассказали про то, что отмочил депутат Арьев, который пришел на дискотеку 80-х, увидел людей в пионерских галстуках и вызвал полицию. Червоний прапор и коммунистичная символика – это не просто символика, которая защищена, а это напоминающие про те злочины коммунизма, про миллионы украинцев, которые были совершены в часы советской оккупации, про голодоморы, про репрессии. На самом деле, мне кажется, это неплохо, если напоминает нам о злодеяниях Советского Союза. Надо о них помнить. Поэтому, получается, люди, которые надевают пионерский галстук, они как бы напоминают всем нам о этих злодеяниях. И это хорошо выходит. Ну, Диана Панченко отжигает в своем стиле. Если бы вы там были, что бы вы сделали? Вы реально бы выкликали… Я бы психиатричную лекарню выкликал. Я ставлюсь до этого не иначе. Цикаво, как бы вы не отреагировали. До речи, на то, что вы сделали… Ну что, помогли бы невредкладно. Допомога, я думаю, была бы… Кому? Кому? Кому вызвали бы скорую помощь психиатрическую? Диана – прелесть. Далее он рассказывает про то, как с этим происходит в европейских странах. В частности, в Германии запрещена пропаганда Третьего Рейха. И если кто-то прославляет Третий Рейх, то и несет ответственность криминальную. Чем в Украине отличается закон про декоммунизацию от немецкого закону про заборону пропаганды и реализации? Чем отличается украинский закон про запрет пропаганды нацистской – там есть еще нацистская – и советской символики от немецкого закона? Наверное, тем, что за пропаганду советской символики люди получают сроки условные, а кто-то сидит, да? А за пропаганду нацистской символики я в Украине не помню ни одного приговора. Вот, наверное, этим отличается. Если мне кто-то хочет сказать, что нет пропаганды нацистской символики, пожалуйста, в столице Украины, в ночном клубе «Бинго» происходит целое собрание людей со свастиками, которые зигуют с флагами, со свастиками, ну просто трэш. И кому интересно, погуглите. Я вам отвечу, чем он отличается. Смотрите, я не хочу радикализировать. Там також люди, деяки кажут, что це наша история, что Гитлер – це добре. Ну, хто же є ж такі люди? Але ви знаєте, що з неонацистами відбувається? Я считаю, що все политики… Конечно, я знаю, що происходит з неонацистами в Германии. Их садять в тюльму. А в Украине? Их награждает президент? Или що з ними происходит? Я не хочу вам говорить нічого про СС Галичину, которую вы прославляете и так далее. Давайте не будем говорить. Чому? Ми можем подискутирувати, якщо у вас є глибокі пізнання на історичну тематику. То есть, если ты хочешь подискутирувати на тему СС Галичина, у тебя должны быть глубокі історичні познання. Ну, если ты хочешь подискутирувати на тему пионерского галстука, то обойдемся без познаний. Але хочу просто зазначити, що нещодавно, от відповідь вам, завдяки йому і колегам, ми все ж таки отримали в паре перемогу. І не допустили. Я не стосуються, я кажу, що доброго зробив Панарій. У нього є дійсно, якби такі вагомі внески в історію України. Розенблад, лучше помолчи. Лучше, это он про Арєва. Перемогу в паре. Лучше молчи. Ну, послушай, заумного сойдешь, серьезно. Давайте дійсно вважати свою історію і поважати її. Вы закон про декоммунізацію голосували? Я голосував. А що ж ви зараз самі собі суперечиш? Мало один раз сесть в лужу, треба сесть в лужу повторно. Давайте уважати своє прошлое. Ну, я голосував. Так какого гляда ти голосував на самом деле? Ну, і дальше он выдает просто... Я теж за те, щоб сьогодні ті часи, які привели Україну до Голодомору. Я підтримую пана Ігоря в тому питанні. Привели до ГУЛАГу. Ви згадуєте мости, я пам'ятаю. Але давайте згадаємо, хто їх будував. Яким чином вони будувалися? Скільки там крові? Скільки там... Ви знаєте, я будувальник. Послухайте, я будувальник, за фактом. Ви спитаєте мене, що ж ти побудував? Я багато побудував. Привласити владі місць Кирпиць. Я побудував. Давайте про нинішню владу. Нинішня влада у продовж 27 років. Це нащадки партійної номенклатури. Розенглад так і не розказав, що построено за годи правлення Верховної Ради. Як я розумію, Діана задавала вопрос. Але мені подобається те, що сказав Мирошниченко. Мол, всі ці, які зараз у власні, це коммуняки. І Мирошниченко правильно все говорить. Але я вспомінаю, як я вивів на чисту воду в 2000, дай Бог пам'яти, 13-му гаду госпожу Форіон. Помніте таку? Ірина Форіон. Я вияснил, що эта ненавистниця Советського Союзу була членом КПСС. Була членом КПСС, коли це було необязково. Т.е. ця мразь хотіла вступити, вступила, топила, а потім перекрасилась і думала, що це ніколи не всплуває. І я вспомінаю, як к цій інформацій отнесся господин Мирошниченко. Депутат від ВООСвобода Ігорь Мирошниченко також вступив в защиту колеги по фракції. Назвав обнародовані документи «высосаними з пальця». Т.е. я обнародував документи, а он назвав «высосаними з пальця». Ірина Форіон – це чоловік, який, як і все члени ВОО «Свобода», применять люстрацію ко всім, хто уничтожал українську націю, репресіровав, садив невиновних людей в тюрму і робив все, щоб українського государства не существовало. «Вот так, ти сказав, що був комсомольцем». «Нет, дядя, комсомольцем» і в КПСС – це дві різні різні різні. А Андрій Ільенко вообще сказав «извиніть, я не комментирую бред і черний піар, до свидання». «Впоследствии были вынуждены признать, що це правда, що я опубликовав настоящі документи, що моя інформація була правдива. Але тут же, знаєте, про своїх він нічого плохого не скажет. «Почему ж ти не вийдеш, не дашь порилу Форіонше і не скажеш, що пошла прочь отсюди, отійди від нас, не позорь нас, комуняка?» «Тому це ті самі комуністи, які перефарбувалися». «Е, ну, це він, мабуть, про Форіон якраз такий, да?» «Поясніть, от все ж таки, от, приміром, вистава «Вишневий сад» українською мовою, ну ви реально думаєте, що це доцільно?» «Я думаю, що «Вишневий сад» не будуть ставити тимчасово, будуть ставити український висад». «А чому б не?» «Слухай пісню про комбайн. «Вишневий сад» не будуть вони ставити. Їм будуть ставити український, вон, які. Ну, п'єса Сенцова, якщо не така ж геніальна, як його фільм, то, я думаю, толпи просто будуть валити і утиратися слізами просто. «Почему «Вишневий сад» не можна?» «Декомунізували Чехова». «Ці методи вбивали українську мову. І тому я впевнений, що і пан Розенблат, який говорить у польбуті російської, тому що так складись обставини, і україномовні предки Вілкула, вони були змушені перейти на ту мову, яка сьогодні асоціюється в нас з країною-агресором». «Не знаю, я не понимаю, при чём тут предки Вілкула там? Вот мои предки, ну, явно писали по-русски, хотя они были киевлянами всегда. Или какой-то, может быть, уничтожали просто на протяжении веков, на протяжении веков уничтожали, скорее всего, украинский язык, или всё-таки разгадка в чём-то другом, а в чём говорить не буду. Вот так вот. Но Мирошниченко приводит в пример группу «Каска», исполнительницу «Каска». Даруйте, чё вы, пане Вілку, робите, здивований вигляд? Гурт «Каска», до речі, російськомовна співачка, яка співає українську пісню, вона сьогодні рве чарти британського МТВ. Чому у вас здивований вигляд? Рве чарти британського МТВ. Мне стало интересно. Я выяснил, что песня украинской группы «Каска» вошла в топ-10 мирового чарта и возглавила рейтинги в России. Вот я зашёл на видео. На самом деле, 25 миллионов просмотров для нашей песни – это очень много. «Привет из Волгограда», «Привет из Челябы». И там много комментариев. «Привет оттуда», «Привет». Вот, русские исполнители, на четвертом месте «Каска». Ну то есть, песня прекрасная, я думаю, я не слышал. Но в России рулит, в Казахстане рулит, в Кыргызстане рулит, в Беларуси рулит. Ну зачем рассказывать про британские какие-то там чарты? Украинские песни и до этого хорошо шли. А Киан Эльзы, исполняющий на украинском, и до этого великолепно шёл, прекрасно шёл. Вспомним «Брат 2», да, почему там звучали эти песни. Ну там как бы многое-многое другое. При чём тут одно к другому? Вот скажите. Почему? Современная Европа другая. Мы слышали про австрийский язык? Я не слышал. Про швейцарский язык я не слышал. Про бельгийский язык я не слышал. Европа, она очень разная. А, Вилкул смотрит. А, Вилкул смотрит. Это мой основной аргумент. Или мы говорим, что австрийской нации такой нет. Государства австрийского нет, потому что они утверждают, что краеугольный камень – это язык. Не язык. Не язык. Нифига не язык. Швейцарии нет. И много чего. Бельгии нет. Смотрит Вилкул. Если в каком-то регионе говорят на языке отличного от государственного 10 либо более процентов людей, то значит во всех сферах жизни общества этот язык применяется наравне с государством. Это был, говорит, закон Кивалова-Колесниченко. Тут, мне кажется, что даже от 5 процентов. Во многих странах от 5 процентов. Но при чем тут Кивалов-Колесниченко? Это европейская хартия о языках национальных меньшинств. Но теперь я наконец-то узнал, кто пишет законы для Евросоюза. Кивалов и Колесниченко. Мерзавцы. Вы же за Европу. Изучайте Европу. Изучайте Европу. Ахартия относится мов национальных меньшин, которым загрожает снищение и вымирание. И мов, которые не имеют своей страны. Нет. В России. Хартия о языках, которые не имеют своей страны. И языках, которым грозит вымирание. Ой, это очень смешно. Армянскому языку, смотрите-ка. Белорусскому, болгарскому, венгерскому. Так, греческому грозит вымирание. Итальянскому. Ой, почти вумер уже. Литовскому, смотрите-ка. немецкому грозит вымирание, польскому, русскому, но самое главное, фанфары, украинскому. Или же он сепар какой-то, замекает на то, что у Украины нет государства. Может он и об этом что-ли говорит, или как, что он несет. Вы больше 30 секунд не поговорите. Давайте побьемся от закона. Если вы поговорите зараз больше 10 хвилин украинской мовы, я готовый, ставьте свои умовы, ставьте свои умовы. Я бы, допустим, предложил, чтобы он все-таки голым станцевал. Ох, и зрелище было бы. Ну, можно было прикрыться и станцевать. Но, конечно же, это слишком. И поэтому Вилкул задает ему задачу. Это видео и распространяется везде, потому что это очень смешно. Послушайте, что ему загадал Вилкул. Давайте споете гимн пионеров. Взветьте с кострами, если нет. Я вас уверяю. Поехали. Я вас уверяю. Я вас уверяю. Я вас уверяю. Я вас уверяю. То есть, если Вилкул 10 минут говорит на украинском языке, то Мирошниченко цитирует гимн пионеров. Что значит процитировать гимн пионерии? Это значит, в принципе, распространять идеи, чуждые нашему народу. Это значит, все-таки, распространять пропаганду того самого людоедского строя. Вилкул начинает петь соловьем. Десь 8 миллионов населення Израиля. Миллион арабов. Это немного больше, чем 10%. И это также государственная мова. Незважаючи на то, что они воюют с всеми своими сусидами арабами. И арабов, которые есть гражданами Израиля, даже в армию не берут. Это первое. Другое. И здесь время неумолимо подползает и поджимает. На самом деле, Мирошниченко первый раз съезжает. Хотя Диана говорит, прошло 10 минут. Он говорил, он говорил по-украински 10 минут. Мирошниченко отмораживается. Ревно 10 минут Павел Вилкул проговорил украинской мовы. Он мовчал. Будь ласка, пионерский... Вы же захвали свободы. Еще раз скажу. Хлопцы все такие чири и честные. Вы мовчали минимум 5 минут. Не прошло 10 минут. Не прошло 10 минут, но мы все дискутировали. Павел Вилкул успешно украинский мовчал. Ну как можно? Давайте так. Первое. Не треба брехаться. Про что вы пересмикываете? Во-первых, если есть закон, возвращаемся к теме номер один. Проходит еще время. Но тут же дела такое, что или дождаться конца передачи и убежать. Или одно из двух. Давай цитируй. Цитируй давай, потому что, ну, давай. Друге, я процитую вам гимн пионеров. И вот почему. А можно еще клятву? Потому что, я не помню клятву, слава Богу, потому что... Я нагадаю. Вы можете нагадывать. Но я хочу, чтобы каждый, кто смотрит нас, по-перше, была интрига. По-друге, есть рейтинг для вашей... Ну, так если бы ты все-таки голенький станцевал, то, я думаю, рейтинг был бы больше. Ему надо как-то обосновать то, что он собирается сделать в эфире украинского канала. А он собирается плюнуть в лицо всем нам. Всем тем, кто помнит этот людоедский режим. Всем тем, кто просыпается ночами в холодном поту. У кого кровь перед глазами, вот это вот. Кровь перед глазами. Он начинает цитировать. И за это мы так само подякувать можем пану Вилкулу, который эту интригу створил. Так вот, значит, что там? Живитесь кострами, синее ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Близится эра, светлый годов, клич пионеров, всегда будь готов. Ну, то есть, потоптался по могилам наших предков, или что получается? Он виртуально, с ноги только что, с левой, сбил кресты над гроби, с могилы Степана Бандеры, которого убили, вот такие вот, вот такие же. Честно говоря, сердце выпрыгивает из груди от негодования, и ногти впились до крови в ладони. Что он сделал? Он, конечно, потом сказал, что это в научных целях, он сказал, что вот такого нельзя, и все такое прочее, но можно сделать два вывода. Первое, в спорах будьте аккуратнее, друзья. Второе, да второго, в принципе, и нет. Вы сами сделайте выводы, подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Это было очень весело, как по мне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok